МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слушается дело об административном правонарушении, лекущем вынесение постановления о лишении Валерия Пузынина правоуправления транспортным средством сроком на 18 месяцев. Слушание дело открыто. Итак, у нас административное правонарушение. Правильно? Да. Как вас зовут? Ваша честь. Синицын Павел Васильевич. Павел Васильевич, вы составили протокол об административном правонарушении в отношении гражданина. В отношении гражданина... Как ваша фамилия? Пузынина. Правильно. Пузынина. Объясните мне, что там произошло? Я, как обычно, патрулировал трассу. Там имеется опасный участок дороги, поворот. Где стоит знак ограничения скорости 60. Так. Я поставил свой мотоцикл служебный так, чтобы видели водители. И немножко пыл свой осуждали. Остужали свой пыл. И не гнали, как сумасшедшие. За кустом его хорошо видно было. Так вот. После чего я увидел двух мотоциклистов. Один из них был на скутере. Я достал радар, включил его. Прибор зафиксировал превышение скорости. Они ехали за скорость 75 км в час. Какие 75? У него скутер больше 60 не едет. Оболчите, не отвлекайтесь. Вот. Итак, превышение скорости на этом участке дороги составило 15 км в час. И вы что же сделали? Вот. Я полностью жезла решил их остановить. Вот. Что было на скутере, водитель остановился. А на скоростном мотоцикле товарищ скрылся. Не скрылся, а просто поехал дальше, потому что я не был нарушен. Хорошо, проследовал дальше. А вы убеждены, что товарищ, который проследовал Дани, далее увидел ваш знак, приглашающий или дающий указание для остановки? Все водители видят, и все это... Я спрашиваю не про всех водителей. Я спрашиваю в данном случае про Пузынина. Уверен. Уверен. Что вы делали дальше? Так вот. Проигнорировав мои требования, я стал преследовать водителя. Погоняться решил. Сел на свой служебный мотоцикл. Благо наш отдел тоже укомплектован скоростными мотоциклами. Я от него не отставал. И как бы на спидометре зафиксировал скорость 150 км в час. Он от меня скрывался с такой скоростью. Сбешеной, можно сказать. Я, естественно, передал по рации о правонарушении. И с помощью других коллег своих ДПС мне удалось остановить его. Итак, вы составили протокол о том, что Пузынин находился в состоянии алкогольного опьянения. Совершенно верно. Почему вы посчитали? Я ему предложил пройти тест. Так. В общем, подышать в алкотестер. Так. Вот. Результат оказался положительным. Да положительным результат будет у жены твоей, когда безобеременеет. Уважаемый суд, я прошу оградить от вот этих вот реплик. Уже огородился. Не желаю этого слышать. Попробуй еще потом подъехать к нам на слет как-нибудь. Так вот. Огороди. В общем, предложил ему пройти на алкогольный тест. Он оказался положительным. И составили мы протокол административный на гражданину Пузынина. Понятые-то были, когда вы предложили, как вы говорите, продуть? Понятые были. Были? А почему же нету в протоколе понятых? Не указаны их ни фамилии, ни установочные данные другие, которые должны быть указаны? Это первый вопрос. Потом второй вопрос у меня еще к вам. А вы до этого-то были знакомы с Пузыниным? Ну, мы раньше вместе были в байк-клубе. Потом я решил оттуда уйти и... Переметнулся. Для вашего же блага стать. Противоположный лагерь, да? Противоположный лагерь. Ну, давайте, Пузынин, рассказывайте. Что там произошло? Дело все на самом деле в том... Зачем ехали 75, а не 60? Мы не ехали 60. Я вот хотел как раз пояснить ситуацию. Хотел бы вот начать с того, что действительно товарища инспектора, птаху так называемого, я знаю уже давно. Он с нами был действительно в байк-клубе, только был нормальным таким волосатым, бородатым байкером. Вот. И где-то года два назад прибегает к нам в гараж такой счастливый. Мне предложили работу. Значит, в ГИБДД. Дают хороший мотоцикл, все. Я его, в принципе, понимаю. Гоняешь, ловишь там... Ну, просто гоняешь на мотоцикле, занимаешься любимым делом, еще за это платят. Вот. Только наглеть не надо, товарищ инспектор. Вы со мной говорите. Да, извините. Сначала он был как бы лоялен к нам, к байкерам. То есть как бы на мелкие нарушения. Послушайте, меня не интересует, что там было. Вы показали, что мотивы у вас... Что мотивы, вернее, у инспектора придираться к вам были. Я это понял. Хорошо. Теперь говорите, что дальше произошло. Дальше произошло следующее. Ко мне приезжает мой товарищ Харон. И говорит, что пять минут назад его лишили прав. Ну, за выезд на встречку. Вот. Слово за слово... Тоже мотоциклист? Тоже мотоциклист. Слово за слово. Оказалось, что лишил его товарищ инспектор Паша Птаха. Вот. Я позвонил ему, говорю, так и так. Паша, свой человек, как бы, ну, вопрос-то можно решить. А Птаха это как? Его фамилия Синицын, а не Птаха? Ну, Синицын, Птичка, Птаха. Ну, у нас там свои... Ну, это было в свое время у нас... Да. Так вот. У нас свои прозвища. Правила общения. Такое было раньше. Ну, сейчас я уже... Не Птаха, да? У нас клювозадиратель. Извините. Он приехал, сказал, что вопрос решить можно. Но взломил такую баснословую сумму. Ваша честь, это все клевета. За что был послан? Это клевета. Глубоко и далеко. Якобы поделиться с коллегами ему надо. С какими коллегами? С какими? Это тебя спросить надо с какими. Я не знаю, кого там под коллегами. Вы продолжайте, продолжайте. Ну, инцидент был как-то забыт. И дальше я увидел его только на слете, который я организовывал. Ну, он так же, как и все, приехал на своем наличном мотоцикле. Так же с нами тусил, бухал. Прям бухал неплохо. Это к делу никакого не имеет отношения вообще. Ваша честь, я прошу выслушать еще немного, и вы поймите, что это имеет отношения. Это я буду решать, что относится к делу или что не относится. Суд определяет относимость доказательств. Продолжайте. Мне очень любопытно. Планировали посидеть, так погулять до воскресенья. И когда в субботу вечером уже все были в доску пьяные, ко мне приехал мой товарищ Харон. Ну, и там между ними произошла потасовка. Между, соответственно, инспектором и Хароном. Я... Это тот самый Харон, который был... Лишен прав. Лишен прав. Абсолютно верно. Понятно. Вот я в потасовке тоже участвовал и... На чьей стороне? Харона, конечно же. Не буду же я за этого Птаху впрягаться. Ну, что было дальше? Дальше он был... И Птаха решил Харону отомстить. Птаха был выгнан нами. И убегая, уходя, уезжая в пьяном виде на мотоцикле... Ваша честь, я еще раз повторюсь. Он пообещал нам отомстить. Это дело не относится. Так. Кто это слышал? Это слышал вся наша байк-община. Ну, а доказательства в суде-то можно получить? Такие? Будет... Здесь выступит Харон, которого я пригласил. О, сам Харон, да? Да. Давайте мы Харона выслушаем. Свидетели пригласите, пожалуйста, наш Пузынина. Свидетель, пройдите. Вот так Харон. Как вас зовут? Бурмакин Харитон Евгеньевич. Харитон Евгеньевич, вы знакомы с инспектором ГАИ? Да, я знаком с инспектором. Что произошло там между вами и что произошло между инспектором и Пузыниным? Я приехал на байк-слет, но приехал на скутере, потому что меня лишили прав. Нормально, около костра все сидим, как положено. Я сначала не обратил внимания на инспектора. Он был не в форме. Тут стали разбирать тему поездки на море. Мне было обидно очень, потому что не могу с ребятами поехать, а на скутере мне за мотоциклами не угнаться. И не было бы так особо конфликта, если бы инспектор не сказал бы мне, типа, если денег нету, не нарушай правил. Я решил с ним так по-мужски разобраться. Я хоть и по комплекции немножко не такой, но я занимаюсь восточными единоборствами, поэтому знал то, что... А потом, как я выяснил, на вашей стороне были еще некоторые лица. Так вам вдвоем, втроем-то легче было справиться с одним. Разрешите сказать, ваше честь? Разрешаю. Завязалась у нас потасовка с инспектором. Но в конце концов я его победил. Он себя признал побежденным. Вы победили или ваша группа вышла победителем? Я победил. Понятно. Потом я получаю, после того, как он признал себя побежденным, получаю удар бутылкой по голове. Что дальше? Ну и Валерка тут подбежал, дал ему с ноги и в челюсть. Ну и потом мы решили просто выгнать его из нашего лагеря. К делу-то отношение какое-то имеет? На следующий день? На следующий день происходила вот эта вот история с управлением мотоциклом в пьяном виде? Когда мы выгоняли данного человека из лагеря, он сел на свой личный мотоцикл, причем, попрошу заметить, ваше честь, в пьяном виде. И нам угрожал. Сказал, я еще с вами разберусь. Так, вранье. Ну а... Он уехал. На следующий день-то, Пузынин, пьяный ехал или нет? Нет, я могу точно говорить, Пузынин ехал не пьяный. Скажите мне, так, гражданин Пузынин, а вы... Вам предлагали пройти медицинское освидетельствование в медицинском учреждении? Нет, Ваша честь. Инспектор ухмыляясь заполнил протокол, подписал его абсолютно сторонним человеком, от которого он остановил и уже... Он от этого отказался, расписался и уехал. Все. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Я хочу сказать, что суд рассмотрел настоящее дело, рассмотрел, внимательно изучил протокол и убедился, что инспектор ДПС в нарушение правил освидетельствования лица, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, не направил Пузынина на медицинское освидетельствование, на состояние опьянения. Кроме всего прочего, в нарушении требований административного законодательства в протокол не внесены лица, которые должны были быть внесены как понятые и которые присутствовать должны были при первичном освидетельствовании, как Вы называете это, продувкой. Таким образом, Вами грубо нарушены требования административного законодательства, а именно Кодекса об административной ответственности. В связи с тем, что доказательств, достаточных для суда о том, что ответчик находился в состоянии алкогольного опьянения, не получено, процессуальные нормы нарушены, суд вынужден прекратить производство по делу об административном правонарушении. Поэтому дело в отношении Вас прекращается в связи с отсутствием события административного правонарушения. Вам решение суда понятно? Да. Окончено слушание дела. Решение суда. Производство по делу прекратить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова